Всем привет! Всем привет! Вы снова на канале Латинкет. И у нас очередной обзор осеннего пива. Очередной, потому что в прошлом году мы уже, напомню, делали один. Ссылка на него будет в описании, если кому-то интересно и кто-то его не видел. Ну или там. Ну или где-нибудь там. В общем, где-то будет ссылка. Ну а перед нами перед вами и перед нами и перед вами четыре сорта. Не все из них новые. Всего два. Это Монстоун Блэк Пампкин Стаут от Миднайт. Он у нас в разливе, потому что мы его не нашли ни в банке, ни в бутылке. Хотя мы не хотели никогда делать обзоры на разливное пиво, но увы... Но это пиво не найти. Не найти. Не так, не сяк. Не найти в другой таре. И есть вероятность, что возможно, его и не будет в другой таре. Но это не точно. Потом есть, насколько я понимаю, не совсем новый сорт. Прошлогодний Блэк Паттерн от четырёх пивоваров. Это у нас уже не стало тасауэрель, а манго, тыковка и какой-то сироп. И сироп. Так, IPA от пивоварни... Что это пивоварни? On the bone. А, он от пивоварни. Токсиская седрерия. Это токсиская седрерия, да. Квей Копи. У нас уже был в прошлом году один сорт подобный. Квей Кми Ап? Ой, нет, Квей Кми Ап меня не обозревали. Нет, обозревали. Обозревали, обозревали. Ну хорошо. Так, и Клоквор Памкин. Это вот это уже чистокровный тыквенный эль. Поэтому мне, наверное, интереснее всего посмотреть именно на этот сорт от заговора. И я предлагаю, конечно, начать, наверное, с разливного, наверное. А давай с него, да. Так. Пахнет он, конечно, хорошо. Уже. Еще до разлива. Мощный запах специй шоколада. Очень сладкий запах. Сладкий. Ну и, скорее всего, это очень сладкое пиво, потому что это Double Imperial Stout. Фактически пастри. Пока по первому ощущению еще допробуем. Мне наливают ассоциации на некоторые сорта от Бакунина. Старые. Старые, да. В старом исполнении, надо сказать. Не в новом исполнении, потому что... Но он сразу, да, видится таким густым. Как, собственно, и по ощущениям. Ну, я чувствую и тыкву, и шоколад, и, в общем-то, все, что заявлено. Помню, много корицы. Так, ну, здесь много специй, тут не только корица, но она здесь есть определенно. Ну, очень... Очень неплохой сорт для ознакомления, я просто не знаю, насколько его будет легко приобрести. Ну, наверное, вот в каких-то крупных городах, скорее всего, он появится на крайне. Ну, в крупных городах он, скорее всего, уже стоит. И уже, скорее всего, стоит, поэтому попробовать ещё можно поискать в барах вашего города. Да. Но, скорее всего, в банках бутылков его, да, как мы уже говорили, будет не сыскать. Потому что тыквенные... Ну, какое-то время пока. Ну, тыквенные эли, они очень сезонные. То есть, их варят, по сути, один раз в год. В общем, это приятное... Приятное сезонное пиво. Я не уверена, что я бы его могла пить постоянно. Да, постоянно такое пить нельзя. Да, тем более, постоянно невозможно будет пить такой сладкий, плотный... Он, кстати, не такой сладкий, как я думаю. Он очень сладкий. Нет, он сладкий, но всё же не такой сладкий. Есть же... Но он не совсем пастри, да. Некоторые есть прям... Зад слепается. От этого зад как бы не слепается по ощущениям. У него даже есть приятная шоколадная горчинка. Угу. Ну, он такой прям горьким шоколадом на вкус отдаёт. Что там? Полагаю, следующий саурель. Угу. Брокен паттерн. Да. Открываем аккуратно. Это всё-таки саурель. Да. Содержание алкоголя 6,5. Угу. И PH даже указали 3,5. Даже PH 3,5. Красота. Красота. Так, ладно. Я бы не сказала, что саурель чаще бахают, чем миды. Ну, смузи чаще бахают. Чем... Это смузи. Слушай, это смузи. По консистенции это очень... Ну, это смузи, да. Смузи-образно. Угу. Более чем... Густой. Густой, густой, густой. Пюре. Очень густой. Чувствую я, что это будет тыквенный сок на вкус. Чувствую я, что это будет... Да. Какой-то... Ну, в принципе, вкусно, я бы сказал. Запах тыквенный, морковный. Вообще, не морковный, а... Что там? Персик. Там вроде как манго. Да. Вот. Ну, в общем, манго здесь чувствуется. Манго здесь хорошо чувствуется. Он такой прям ёлкой. Если честно, я не ощущаю. Вот манго там. Ну, манго его немножко забивает. Такой прям ёлочный вкус даёт. Я не могу сказать, что мне нравится. Там есть, конечно, такая приятная гозешная солоноватость, но это всё равно не очень приятная штука, чтобы пить. Не знаю, лично мне понравилось, хоть я такие штуки вообще их не фанат, но мне она понравилась и по текстуре, если честно, это сильно отдаёт рационам. Ну да, им отдаёт. Но лучше. То есть он прям вкусная мангость. Какая-то часть тыквы. Тебе просто манго нравится. И тыква. Тыкву я люблю. Я в детстве очень любил тыквенный сок, и поэтому я не морщился. Я был один из тех, кто не морщился, когда читал Гарри Поттера. Потому что мне всегда казалось, что, ну, как бы тыквенный сок, вкусно. Ребята наслаждаются. Ну что, далее мы... Да, у нас квейка и пьей. Мы, признаться, и сами варили. С пшеничным солодом. С пшеничным, да. Ну, в принципе, почему нет, и мы сами в своё время варили. И оно бежит, бежит. Да, оно не особо бежит. Это так... Это совсем лёгкие потуги на бежание. Если бы оно бежало, ты бы об этом узнала. Как человек, который постоянно обливается медом. Да. Ну, а я смог. Так близко. У стаханцу хочешь. Поэтому и пенит. Вот. Что это у нас? Итого. Это 5,5 градусов. 15% начальная плотность. Что-то звучит как сладко. 44 БУ. Я не удивлюсь, что сладко. Современные вариации IPA транслируемые в скандинавском стиле. Содержит спелт светлый солод. Из особого вида пшеницы. Да полба. Полба. Да. Забавно. Два штамма дрожжей квейк. Вот. Смотрим. Так, напомним, почему мы купили это как и осеннее пиво. О, потому что здесь демонический снеговик и написано Бонни Близзет Хейсток. То есть, все равно. Еще тут перекати поле. В общем, короче, все равно это отсылка на хэллоуинскую тему. Они явно его варили под праздник. Ну, что, у нас красивый карамельный цвет. Оно прозрачное, очень ну, действительно сильная карбонизация. Оно прям до сих пор. Да, оно прям баблит-баблит хорошенько. Запах довольно слабый. Может быть, из-за пены, конечно. Ну, там, может быть, и вообще. Я, я на самом деле не верю, что это будет сильно охмеленная. Ну, он, мне кажется, не будет сильно охмеленным. Ну, он немного сладковатый, но в целом довольно такой пресный вкус. Я бы сказала абсолютно пресный. Ну, сладковатый, но пресный. Ну, более такой солодовость в основном ощущается. Ну, если честно, похож чем-то на магазин и лагер. Ну, да, я бы не назвал это IPA. От слова совсем. Но если бы они это подавали... Хотя есть некая горечь, которая... Вот, сейчас чувствую, она есть, она довольно ощутимая и, вероятно, из-за этого всё-таки IPA. Нет, но если бы это подавали как historical L... Ну, это не historical L. Это, опять же, не historical L. Дело в том, что я не могу вообще сказать, что это за стиль, поэтому... Как эксперимент в принципе неплохо. Ну, как эксперимент всё в принципе неплохо, но бывает, что эксперимент очевидный и удачный. Да, но это пивабельно. Ну, пить можно, да, но не более того. Я бы не хотела это ещё раз покупать. Покупать, да, но бутылку выпить легко. В принципе... Ну, если честно, не знаю. Вот столько, да, а вот бутылку целую, 0,5. В принципе, у меня так совсем, что я пробовал от On The Bones. Вроде да, вроде нет. Вот, что в принципе да. Ну, и перейдём к Пумпкину Элю. К Пумпкину Элю. Заговор. Кризис доверия к заговору, конечно. Довольно большой. Большой, выше, чем ко всем остальным, поэтому... Давай. Я жду чего-то как минимум удобоваримого. Как максимум я жду даже восторга, потому что заговор вполне может. заговор... Запах потрясающий. Заговор вполне себе нормально приближается к европейскому уровню. А по ценам уже приблизился. Коричневая палочка, сладкий запах. Да, по ценам, да, приблизился всё же к европейскому уровню. Не самое, далеко уже не самое дешёвое пиво на просторах. Заводная тыква. Вот так. Да, заводная тыква. Давайте посмотрим на эту заводную тыкву. Чуть-чуть пены у нас есть. У нас есть красивый цвет. Прям вот тыква практически. Что во вкусе? Что в запахе у нас? Запахе тыквы и специи. Очень много специй. В принципе... Запах сладкий. Довольно гармонично сочетаемый специи. И что мы в прошлом году? Уж такое прям хорошо с... А, они же и были. Только со стаутом. Да. Лифтовер. Лифтовер-крекер. Ну, немного пресновато, но в целом очень хорошо. В целом для тыквенного Эля правда очень хорошо, хотя... Прям классно даже. Всё-таки, всё-таки из всех пока тыквенных Элей, которые варились, которые мы брали, моё сердце принадлежит всё же Джавс. Джавсу, да. Памкину, да. И всё-таки отчасти Роднеку. В этом году, кстати, у АФ тоже выходило дековенное пиво. Да. Мы его просто уже не стали брать, потому что у нас уже... У нас уже 4 набралось, и мы чё-то как-то всё, да. Но если вы вдруг пили уже, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как вам оно. И вообще, если вы пили что-то из этого, тоже обязательно напишите. Вот такой вот небольшой обзор, не очень подробный. Ну, зато, в принципе, неплохого пива. В принципе, да. Я могу, наверное, порекомендовать почти каждый сорт, может быть, кроме Брокен Паттерна. Но это, опять-таки, моё личное. Если вы любите смузи, то, наверное, вам понравится, скорее всего. Я более чем уверена, что понравится. Да. На этом, наверное, мы попрощаемся. Удачной вам недели. До новых встреч на канале. Пока.